всем здравствуйте с вами Валентина Земскова сегодня уже 14 февраля прошло 3 дня после первой обработки от паутиного клеща и обрабатывала я фитоверм форта я вот на гибиску смотрю насекомые еще бегают сейчас я вам ближе покажу вот обратите внимание такой маленький бутон и вот здесь видите паутинка но тут паутинку не видно зато видно точечку это насекомое которое перемещается вот и короче видно что они живые бегают так что как вы мне и советовали спустя 3 дня обрабатывать снова потому что 6 дней это слишком много они успевают еще сильнее размножиться так что сегодня я еще буду обрабатывать теперь наверное уже другим препаратом вот тот препарат который я использовала и вот видите еще раз вспомним что полная гибель вредителя через 3-5 дней то есть получается я 11 февраля опрыскивала и сегодня 14 то есть есть еще шанс что они погибнут вот но я сегодня буду использовать вот этот препарат антиклещ здесь другое вещество не будем мы дожидаться когда они там погибнут они кстати говоря возможно сейчас уже не питаются если фитоверм форта работает то есть клещи получается через где-то 8-10 часов перестают питаться то есть если они там бегают то они просто бегают ну надеемся на это то есть через еще два дня есть шанс что они погибнут вот от этого препарата фитоверм форта но сейчас как бы для своего собственного спокойствия я обработаю вот этим препаратом здесь у нас содержится вещество молоте он сейчас вам покажу вот эти зелененькие написано молоте он это вещество которое попадая в организм насекомого превращается внутри в малоаксон я надеюсь что я правильно произношу эти вещества и уже этот вещество конечное оно уже действует токсично на насекомых но может такое случится что будет привыкание и будет появляться целая устойчивая популяция насекомых к этому вещество в общем у насекомых вырабатывается такая защитная функция что вот это вот вещество оно не влияет токсично а на такое безопасное вещество расщепляется уж там внутренние процессы мне очень сложно объяснить то что я не химик вот но я думаю что простым языком я вам смогла это объяснить поэтому часто использовать его нельзя написано что действует в жару можно в теплицах его использовать ну и видите широкий спектр на огурцах томатах яблони малине а я буду использовать для комнатных растений здесь у нас 10 миллилитров это все то что я купила обычная если вы не смотрели предыдущие видео я напомню что моя борьба с паутинным клещом бесконечное последнее время потому что я использовала на розлив у нас магазине покупала эти профессиональные препараты и почему так происходит но что-то не очень помогает может быть что-то я делала не так как бы я не отрицаю я не утверждаю поэтому но мне не помогало я решила попробовать вот такие обычные препараты которые продаются для огородников не для профессионалов которые в теплицах что-то выращивают а для обычных садоводов вот так что сегодня мы будем использовать его я заранее еще раз полью растения все для того чтобы уже потом не подходить к ним обрабатывать как всегда буду все растения и подоконники и окошки и пол вот посмотрим как его использовать тут как бы только для клещей дозировка огурцы и томаты защищенного грунта у нас защищенного грунта комнатные растения 10 миллилитров на 10 литров воды опрыскивание в период вегетации расход рабочей жидкости и срок ожидания 5 кратность обработок значит 1 миллилитр на литр воды буду использовать вот еще видите показываю ну к сожалению как-то сложно показать что они тут перемещаются но я это вижу может быть тут видно вот ну вот тут кажется видно вот в общем они двигаются ну надеюсь что они не питаются благодаря фитоверм форты ну все я полила растения 1 мегалитр нам нужно здесь мерный стаканчик очень удобненько набрала уже литр на всякий случай сболтаю ну что ж конечно это надо в перчаточках работать в масочке в общем через три дня на 5 фитовермом вот налила 1 миллилитр и теперь сюда то есть такой дозировкой 1 миллилитр на литр воды в принципе я вот одним литром могу обработать все свои цветы на балконе и хватит на 10 таких обработок то есть такой расход небольшой хотя вот многие мне советовали увеличивать дозу что-то я честно говорю пока боюсь потому что все-таки токсично для цветов может быть аромат такой резкий неприятный такая мутная водичка получается и иду обработать у меня короче говоря желтый опрыскиватель сломался в самый неподходящий момент хорошо у меня была пустая коробочка средства для мытья души и вот она прям хорошо опрыскивает вот дела телефон и на телефоне прям хорошо видно как они перемещаются вот видите двигаются вот чтобы вам наглядно показать 11 обрабатывала 14 еще бегают так что сегодня продолжаем обрабатывать то есть у них тут такое ощущение что жизнь кипит либо они не питаются и ходят такие голодные мучаются в общем посмотрим мы получается сегодня 14 февраля и через три дня буду еще обрабатывать и это получается что 17 или 18 буду обрабатывать следующий раз вот они видите прям вообще как хорошо их тут видно что тоже делают там сегодня третий день после обработки сегодня 16 февраля пришла проведать клещей в тот же день вот 14 обрабатывала в тот же день вечером уже клещей не двигались ветром их там что-то шатало эту паутинку но они не двигались я попыталась заснять на телефон но такое качество было ужасное в темноте ну как при таком вечернем свете лампочек качество было ужасное и но ним не могла я передать при помощи этой камеры что они не двигаются и вот сейчас на третий день после обработки пришла вам показать что с ними сейчас и послезавтра получается я буду делать третью обработку послезавтра я думаю что опубликую вот это видео и начну уже третий раз обрабатывать так но буду пытаться показать вам тут ветром шатает вот эту паутинку я думаю что это от напора воды у них тут все разрушилась и теперь мне даже сложно поймать их где тут они еще могут быть вот сгусток этих насекомых основная часть не шевелится ну вот я вижу шевеливающийся вот этот клещик бегает что-то там 3-5 дней нам дает фитовверм на их полную гибель получается что сегодня шестой день но даже после молодеона и 2 там движется вы видите под листочком, вот здесь видите, шевелится, ай-яй-яй-яй-яй, ну что это такое, прям уже просто сил нет, я все ваши комментарии читаю, они все там под видео у меня находятся эти комментарии, всегда смогу воспользоваться вашими советами четко, пока что пытаюсь тем, что есть, потом еще буду докупать, наверное, остальное, ужас, вот у меня слов нет, но вы видите, да, что они все-таки шевелятся, ну ладно, как есть, послезавтра буду обрабатывать, спустя три дня, после второй обработки, и также будем смотреть на них и следить, я уже думала, правда, искупать уже этот гибискус, но если я искупаю, мы не увидим эффективность, потому что они же тут ползают и мы их видим, если я это все смою, то мы не увидим, действительно ли работают препараты или нет, так что следите за видео, буду вам показывать все, дальше продолжать, спасибо всем большое за внимание, всем здоровых цветов, всего вам доброго!